30 октября состоялся суд, который вынес решение о лишении меня имущества земельного участка стоимостью полмиллиона рублей и автомобиля Volkswagen Multivan стоимостью 1 миллион 70 тысяч рублей по причине моих якобы коррупционных действий на посту депутата районного совета депутата в Колыванский район Новосибирской области. Я специально выкладываю этот ролик для судьи, а также для всех людей, которые сомневаются в понимании слова коррупция. Итак, что же такое коррупция? Сегодня мы поговорим о том, что такое коррупция. Федеральный закон о противодействии коррупции от 25 декабря 2008 года гласит. Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий пот, либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. И второе определение – коррупция, совершение деяний, указанных в подпункте А, настоящего пункта от имени или в интересах юридического лица. Таким образом, для того, чтобы я стал коррупционером, и у меня изъяли после моих коррупционных действий участок и автомобиль, я должен совершить действия коррупционного характера. Коррупционного характера – это использовать свое служебное положение депутата районного совета для получения денег. То есть я каким-то образом, депутат районного совета депутатов, получил деньги от кого-либо в виде взяток в размере 500 тысяч рублей и в размере 1 миллион с копейками. От кого я получил эти деньги, история умалчивает. Никто не знает, ни прокуратура, ни суд, ничего не сказали. От кого же, кто же мне дал деньги за мою депутатскую работу в таком размере? Да, мне давали деньги за мою депутатскую работу. Кто давал деньги? Вообще-то это давала мне администрация района деньги за мою депутатскую работу в размере, только размеры, конечно, не такие огромные, ни 500 тысяч и ни миллион, а в размере полторы тысячи рублей, когда еще главой администрации был Аверин Виктор Петрович. Он, не знаю, какими-то хитрыми способами выплачивал депутатам на командировки, якобы, на бумагу, на бензин или еще на что-то. Вот и вся коррупция, все деньги, которые я получал, как депутат. Может быть, другим депутатам выдают деньги за то, что они поднимают руку при голосовании за главу района или против главы района. Мне это доподлинно неизвестно. Или, допустим, выйдя на трибуну, рекламируют, условно говоря, услуги спецшколы, что у нас там очень хорошо ребята занимаются, получают какие-то премии. Или, допустим, я допускаю похвалить или открылся новый вклад в банки. Тоже это и есть использование служебного положения, когда человек с трибуны рассказывает о том, чем он занимается или где он работает. Это использование служебного положения. Я снимаю сессии, практически постоянно снимал. И я не помню, у меня выступления было на трибуне очень мало. Я не знаю, как я мог бы использовать свое служебное положение для того, чтобы получить какой-то профит. Однако прокуратура считает иначе. Как она считает, посмотрите этот документ. Таким образом, расходы на приобретение имущества в ноябре 2019 года и январе 2020 года не соответствовали доходам Астафьевых. Это из искового заявления. Установленные обстоятельства свидетельствуют, что Астафьев АА в период с 2015 по 2019 год, являясь депутатом, занимая муниципальную должность, совершил коррупционное правонарушение. Приобрел транспортное средство Volkswagen Multivan 2008 года выпуска и земельный участок по адресу Новосибирская область, Колыванский район, Ленина, площадью 276 квадратных метров, стоимость которых значительно превышает его доходы, а также доходы его супруги за предшествующие сделки годы. Астафьевым нарушены запреты на получение дохода запрещенным способом и из непредусмотренным законодательством источников. Действия Астафьева по получению денежных средств за совершение противоправных действий не отвечают правилам сложившегося делового оборота и оцениваются законодательством как незаконные, так как никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения. Поведение? Не понимаю. Честно говоря, не понимаю. Представитель прокуратуры в суде коррупции считает следующее. Послушайте, что она говорит. Хотелось бы обратить внимание, что кроме поступления денежных средств на указанные счета, буквально выборочно, поскольку достаточно обновленный период и очень много оплат происходит. Например, с этих карт осуществляется списание денежных средств 25 августа 2020 года. Снятие денежных средств идут планомерно в 7500-7500-7500. Снятие осуществляется в отделении Сбербанка России, всталоженном по адресу Ленина, 73, Колывань. Неоднократные списания идут. Дальше. 29 августа также списание 7500-7500. Поясню, почему 7500. Поскольку снятие с карт иных банков, соответственно, есть лимит по сумме 7500. Соответственно, общая сумма снять желаемую нечестно, развивается на платежи до 7500-7500. Также снятие идет по Ленина, 73, в РП Колывань. Неоднократные платежи по магазинам, которые расположены в РП Колывань, с этих карт оплаты. В Солнечном, например, 220 рублей, 1 сентября 2020 года, тоже расположены в Колывань. Опять снятие наличных, 4500, 4500, 2500, это все в районе сентября происходит. Оплата Сила Тока, магазин, расположенный в РП Колывань, также, например, 250 рублей. Оплата есть в городе Новосибирске, так что, например, оплата Вилка-Лошка, 450 рублей. Оплата в ДНС, 2719 рублей, 20 июля 2020 года, расположенного в Колывань. Оплата в Мариэра на 4069 рублей, 20 июля 2020 года, совершенная в Колывань, на улице Советская. Вот это движение денежных средств поясняет о том, что имеет доказательственное значение, что на счетах, открытых на имя Астахива Алексея Анатольевича и Астахива Юлии Сергеевны, имелось значительное денежное средство, которое осуществлялось тратой денежных средств. Это только на примере приведенных карт, принадлежащих банку Тинфу. Соответственно, прошу приобщить данные доказательства, дать им оценку дальнейших принесений решений, поскольку, с учетом того, что выписки даются со счетов ответчиков, соответственно, им копии не предоставляются, поскольку, получить подобные выписки, они справились самостоятельно. Вы услышали, кто такие коррупционеры? То есть, по факту, прокуратура должна подойти к Сбербанку, встать у входа, где стоят эти банкоматы, и всех хватать, потому что это все коррупционеры, кто снимает деньги из банкомата по 4 500, может быть, по 7 500. Может быть, вот это и критичная сумма. Если ты снимаешь 7 500, значит, ты коррупционер. И давай на тебя уголовное дело. Фотографируете фас-профиль, сразу же вызываете на ряд полиции, а объективно это коррупционер. Если он тут же идет из банкоматов в магазин солнечный и приобретает какой-то товар на 250 рублей, однозначно коррупционер. И метки на нем ставить негде, потому что коррупция со всех сторон. Тут же он разворачивается, идет в магазин Мария Ра и покупает на 4 000 каких-то продуктов. Вообще коррупционер. А если поел в вилки-ложки на 500 рублей, все однозначно это коррупция. Здесь больше причины быть не может, чтобы все, кто едят в вилки-ложки, как они стали коррупционерами. Ребята, вы вот логику вообще улавливаете или нет? Все коррупционеры, кто покупает товары в солнечном вилки-ложке в Мария Ра, либо снимает по 7 500 в банкомате на улице Ленина. Все. Ну и конечно же, именно из этого следует, что если ты снимаешь по 7 500, то твой земельный участок, который ты приобрел за полмиллиона рублей, подлежит передаче или отбиранию в фонд государства. А твой автомобиль, за который ты заплатил миллион рублей, за который ты еще не рассчитался, тоже подлежит забиранию, отбиранию в фонд государства. Я там не знаю. Прямо логика вот прям такая. Пошел в Сибириаду, купил чего-то, отбираем автомобиль. Пошел, 7 500 снял, отбираем земельный участок. Я понимаю, что в Колыванском районном суде не до того, чтобы читать постановление Конституционного суда Российской Федерации, которое волею судеб было опубликовано 4 июля 2022 года. О чем же это постановление? Ну там в связи с жалобой гражданки Е.И. Коровицкой. Суть вообще один в один. У нее там тоже, у его мужа было там пчеловодство, и она работала судьей, насколько я помню. Ну и соответственно, так как от пчел он получал доход, и сказали, а у тебя доходов от твоей судебной деятельности не хватает на приобретение чего-то, чего-то. Соответственно, ты коррупционерка. Однако, ну и здесь там про подсобное хозяйство все это расписывается. Также в этом же постановлении есть пункт 4.1. Несоответствие расходов законным доходом подразумевает совершение деяний именно коррупционной направленности. Совершение иных правонарушений, если они не состоят в совокупности, в том числе идеальные, с деяниями коррупционного характера, предполагает иные меры реагирования, включая иные меры ответственности. То есть, если я не коррупционер, коррупционной составляющей в моих действиях, как чиновника нет, то есть я не пользовался служебным положением для получения взятки, а зарабатывал деньги, являясь чиновником где-то в другом месте, никак не связанным с моей государственной службой, то в этом случае работают другие меры ответственности. Самое важное вот здесь. Может быть сложно написано, но так выражается Конституционный суд Российской Федерации. Противоположный подход означал бы изъятие у лиц, замещающих публичные должности и их семей имущества с прекращением на него права собственности вопреки законному назначению указанной меры государственного принуждения. Это нарушало бы Конституционное право собственности, как и принципы справедливости, соразмерности и правомерности в возложении ответственности влекло бы произвольную квалификацию действий, по сути именно это и произошло в Колыванском суде, или бездействие в качестве правонарушения помимо закона, подлежащего применению. То есть если я коррупционер и занимаюсь коррупцией, в начале ролика есть определение, одно, а если вы, по сути дела, беспредельничаете, используя данное законодательство, то вы должны сами понести ответственность, товарищи. Посмотрим, что будет в касации, как это все будет происходить. Надеюсь, я доступно все это изложил. Если кому-то более интересно, что там происходило и в чем суть, пожалуйста, пишите комментарии. Спасибо. Прошу встать. Облачается резолютивная часть решений имени Российской Федерации 30 октября 2023 года Колыванский районный суд Новосибирской области в лице судей Заставской, пресс-секретарей судебного заседания, Волик Жаниной, с участием представителя старшего помощника прокурора Колыванского района Новосибирской области Мехневой, ответчиков Астафьевой, представителя ответчиков Джафарова, рассмотрев открытом судебном заседании гражданское дело по иску исполняющего обязанности прокурора Колыванского района Новосибирской области Агафонова к Астафьеву Алексею Анатольевичу, Астафьевой Юлии Сергеевне об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества руководствуясь статьями 194 и 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд решил исковые требования исполняющего обязанности прокурора Колыванского района Новосибирской области Агафонова удовлетворить обратить доход Российской Федерации земельный участок, расположенный по адресу Новосибирской области, рабочий поселок Колывань, улица Ленина, дом 30, с кадастровым номером 54, 10, 0, 10, 10, 9, 153 площадью 276 квадратных метров прекратив право собственности на него Астафьева Алексея Анатольевича обратить доход Российской Федерации транспортное средство автомобиль Volkswagen Multivan 2008 года выпуска государственный номер V980VS196 WV23Z7HZ9H006381 прекратив право собственности на него Астафьева Юлия Сергеевна взыскать с Астафьевой 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 доход местного бюджета государственную пошлину в размере 600 рублей по 300 рублей с каждого решение может быть обжаловано в апелляционном порядке Новосибирский областной суд через Колыванский район и суд Новосибирской области в течение одного месяца с момента изготовления решения в окончательной форме в окончательной форме будет составлено установленный законом срок подписана резолютивная часть председательствующим судебное заседание объявлено закрытым копию решения вам вручим в течение установленного законом срока предусмотрено 5 суток на изготовление секретарь вам наберет когда можно позабрать кофе притом эксперименту